Запад треснул. МОК конкретно сел в лужу. Изолировать русских из мирового спорта не удалось от слова совсем. А когда западные спортивные чиновники узнали, что в Россию едут их спортсмены, так вообще обомлели от злости. Игры будущего, которые сейчас проходят в Казани, перевернули спортивный мир с МОК на голову. Как известно, Россия блокирует выступления на международных соревнованиях. А если русским спортсменам и дают зеленый свет, то только под жесткими условиями. И тут девиз МОК, что спорт вне политики и должен объединять людей, теряет всякий смысл. Но Россия пошла другим путем. Не хотите видеть нас на соревнованиях? Мы устроим свои. Да не просто игры, а игры будущего, формат, который еще никто никогда не видел. Забегая вперед, уже 8 стран хотят принять следующие игры будущего у себя. А что касается церемонии открытия, то количество просмотров превысило 1 миллиард. Церемонию в том числе транслировали и американские каналы. Конечно же, такой успех игр будущего сильно взбесил МОК. Но что больше всего их взбесило, так это то, что многие спортсмены из так называемых недружественных стран наплевав на предупреждение от МОК о последствиях решения отправиться на соревнования в Россию, все-таки сделали это и ярко зажигают на спортивных площадках Казани. Напомним, на игры будущего отправились спортсмены из США, Италии, Испании, Великобритании и других стран Запада. А всего на играх выступают около 2000 участников из 107 стран. Это говорит о том, что никакая изоляция России не удалась, как бы ни пытались давить на нее бывшие западные партнеры. А теперь вспомните, сколько было криков и разговоров о том, что в Россию никто не поедет, и русские будут соревноваться сами с собой. Результат действительно впечатляет, а ведь это только начало, ведь впереди еще два грандиозных международных соревнования, которые пройдут в России. Что будет на играх БРИКС и играх Дружбы, остается только догадываться. Причем последние являются ответом на предстоящую Олимпиаду в Париже. Реакция Баха, разумеется, предсказуема. Уже после первого дня он, да и весь Запад буквально забились в истерике. Мало того, что в Казань посмели поехать все, кому не лень, так еще и неудобные интервью раздают налево и направо. Одним из первых мнением поделился как раз-таки представитель американской хоккейной команды Конор Уилсон. Вот его слова. «Я думаю, это очень плохо, что в последнее время у американцев, канадцев и россиян не было возможности сыграть в хоккей друг против друга. Потому что у России одна из сильнейших команд. Мне кажется, это существенно для спорта. Без игр с Россией словно половина всего теряется. И это здорово быть сейчас здесь. Я очень взволнован. Это классное мероприятие. Оно объединяет всех вместе». Еще одно мини-интервью дал баскетболист Мэтью Роблис, который выразил искреннее восхищение. На самом деле, я восхищен всем, что происходит вокруг. Люблю Казань.